Вся эта война, конечно, напротив России, против граждан, против регионов, против как среднего класса, так и тех, даже кто сейчас одурманен пропагандой и что-то там пытается якобы поддерживать какую-то спецоперацию, но еще пока не понимает, чем это все для него закончится. Так что это, безусловно, все против, но, к сожалению, пропаганда выстроила определенную картину мира для какой-то части россиян, в том числе, наверное, для главного обитателя бункера, у него все победные реляции, у него все угрозы, он все пытается что-то аннексировать и захватить, хотя, судя по последним новостям, ситуация на фронте меняется уже не в пользу путинского режима, не в пользу российской армии, а речь уже идет о готовящемся, как я понимаю, контрнаступлении уже украинских военнослужащих, украинской армии, поэтому все, как я и предсказывал, для Путина и, кстати, к сожалению, для России закончится очень плохо, потому что эту войну выиграть невозможно, да, Путин рано или поздно ее все равно проиграет, потому что воевать со всем миром это просто невозможно, совершенно очевидно, а главное, что когда правда не на твоей стороне, да, потому что Россия агрессор, Путин военный преступник, Украина защищает свою территорию и именно поэтому ее поддерживают все цивилизованные страны мира, так что, конечно, все против регионов, но пока просто никто не спрашивает.